Олеся, какие вызовы прошлого года для вашей компании оказались самыми сложными и как с ними справлялись? Ну, смотря в чем, если все-таки в онлайне. Вызов, на самом деле, конечно, было много, потому что время было сложное и нужно было договариваться с арендодателями, чтобы нам помогли выжить в этот период, когда люди выходили из магазинов. Очень большой блок работы взял на себя розницу, нужно было как-то вдохновлять людей, продолжать, потому что стало сложно работать в текущих условиях. Экраны, маски, перчатки – это стрессы для продавцов, это более тяжелые условия работы, поэтому даже сейчас вспоминаем, что каждую неделю встречались с коллегами на открытых вторниках, рассказывали, что будет, что планируем, чего стоит, действительно, чего мы опасаемся, а что, на самом деле, не так страшно. Сохраняли, скажем так, наш дух моральный, потому что было непросто. Но если говорить с точки зрения запуска доставки, как мы все-таки в теме нашей дискуссии сегодня, то сложно было просто взять и запустить ее, потому что ее, скажем так, она у нас была, мы активно работали с доставкой, но она не была рассчитана на такой объем того запроса, который показал рынок, вот, и нам пришлось перезапустить систему всю с нуля. А сложно было с точки зрения технологий или с точки зрения, в том числе, не знаю, человеческого ресурса, там банально найти курьеров, например, или как это все? Ну, со всех сторон, естественно, потому что большая команда стала заниматься, с одной стороны, операционными процессами, это поиск курьеров, это обучение продавцов, то есть каждый наш продавец стал практически сборщиком и при этом даже рекламщиком, потому что, чтобы рассказать людям о доставке, возможности заказать самовывозы, то есть безопасного пути покупки, наши продавцы делали геройство, они находились за экранами, в масках, в перчатках, но при этом они продолжали людям рассказывать о том, что у нас есть приложение, его можно установить, и для вас это будет безопаснее. То есть именно благодаря этому пути мы там активно развивались, и за два месяца выросли до 30 тысяч заказов в день. В тот период времени, когда это было, в конце апреля, то есть март-апрель. Поэтому здесь и с людьми, конечно, было сложно, и было сложно с технологиями, которые нужно было перезапустить все с нуля, начиная от каналов продаж, приложения, сайт, с точки сборки, создать инструменты, которые бы позволяли магазинам быстро собирать заказы, и вплоть до поддержки, которой нужно было из двух человек вдруг вырасти в 150 человек, потому что обращение стало из 25 тысяч в месяц, стало 250 тысяч в месяц буквально за неделю практически, да, вот это произошел скачок, и нам нужно было огромное количество людей, которые умеют общаться с нашими покупателями в наших стандартных сервисах. У нас многие сотрудники просто из других отделов, у кого стало не хватать работы, да, из-за того, что мы перестали открываться масштабно, стали работать на поддержке, и это, конечно, большое геройство всех сотрудников компании, которые в момент, люди, которые занимались стройкой магазинов, вдруг становились руководителями курьеров, искали курьеров, развивали доставку. Мы не наняли ни на одного человека в тот период, но при этом полностью все переквалифицировались и занимались тем, что важно для компании именно в тот момент. То есть, получается, если так еще раз точечно по технологиям обратись, что потребовалось кардинально прям поменять, внедрить, чтобы магазин оффлайн стал полноценным онлайн-игроком? Все. 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 Все от начала до конца, весь клиентский путь, вплоть, начиная от того, что должно быть на сайте, в приложении, потом, как заказ идет в магазин, каким образом он собирается, каким образом он выдается, каким образом мы получаем обратную связь, каким образом клиент делает возврат. Весь процесс от начала до конца пришлось перезапустить. Вот насколько сильно этот оффлайн отличается? У вас есть такой пункт, в сегодняшней дискуссии был, клиентский путь в онлайне и принципы сервиса, которые нужно освоить. Что вы осваивали там? Слушайте, ну, конечно, для нас совершенно новые роли – это работа с курьерами, со службами, с доставкой. И для покупателя, если говорить там про сервис, раньше мы всегда смотрели на качество обслуживания, на сервис внутри магазина, как общается продавец с покупателем, а здесь появилось совершенно новое ожидание от клиента – это скорость, это время доставки, которое нужно обеспечивать. С одной стороны, обещание, у нас сейчас среднее время доставки – один час, но максимальное время, которое мы обещаем клиенту – это два часа. И если клиент в два часа обещанного заказа не получает, он, конечно, в шоке, ужасе, и мы понимаем его боль, и мы всю систему, всех и сотрудников, и IT-систем продумываем таким образом, чтобы действительно это ожидание клиента обеспечить. И очень сильно работаем, то метрика, чтобы опаздывающих заказов было меньше. Если вдруг они опаздывают, мы очень сильно извиняемся перед клиентами, начисляем и купоны, и бонусы, и, в общем, как-то стараемся, скажем так, снизить негатив для того, чтобы дальше оставить эти клиенты с нами. Вот если говорить про какие-то уроки, скажем так, пандемии, вот что вы из этого вынесли, что дальше вот точно будет полезно и в мирной жизни, не только в военное время. Слушайте, ну, мы стали большой IT-компанией в этом плане. То есть все наши технологии, которые мы запустили, мы используем по сей день, мы их усиляем, развиваем, но, наверное, такие главные уроки с точки зрения технологии, мы хотим запускать технологии таким образом, чтобы они были без разработчиков. Такое страшное слово, технологии без разработчиков. То есть урок такой, что сначала надо протестировать технологию без разработки, только потом пытаться разрабатывать. Знаете, такое часто первое желание бывает у людей, я придумал штуку, все, давайте пилить. Можно как-то с примером, это сейчас о чем речь идет? Ну, к примеру, мы открываем дарксторы, да, и хотим попробовать ленточный даркстор, да, и поставить сборку через ленту. Ну, пожалуйста, есть человек с корзинкой, он вместо ленты ездит и собирает заказы от других сборщиков. Мы проверяем, работает для нас или нет, ну, то есть будет нам удобно или нет, какие проблемы от этого возникают, каким образом нужно уточнить ТЗ для того, чтобы это сделать. Или, к примеру, сборочное, ячеищное хранение для заказов. Да, элементарно, на дарксторах стоит с утра вал заказов, да, то есть за ночь они накапливаются, и в течение дня их не так много, то с утра это ночные заказы, там, 100 заказов могут стоять в куче. Ну, ты, естественно, хочешь поставить их в какую-то ячейку и сказать курьеру, именно в этой ячейке твой заказ среди 10 штук найди, это ускорит время доставки. Но чтобы это сделать, ты сначала придумываешь ТЗ, думаешь, ой, сейчас мне разработчик запилит. Начинаешь пилить, потом выясняется, ой, я что-то не учел, да, оказывается не учел, что ячейок должно быть больше, или там 10 заказов в ячейке хранить неудобно, а давайте другие параметры поставим. Мы же говорим, ребята, берем Excel, берем человека, пишем на бумажке номер ячейки, пишем ячейку, сравниваем, тестируем технологию, понимаем, что нам нужно, и только после этого мы идем в разработку. То есть вы сначала ногами все, руками проходите, а потом уже… Надо сильно разделять технологию и разработку. То есть сама суть технологии, ее часто можно попробовать действительно без доработки. И если технологию можно попробовать без доработки, действительно проверить, насколько она тебе нужна, то ее важно попробовать. И мы многие вещи в поддержке тестируем таким образом. Главный вопрос, который мы создаем вначале – можно ли это попробовать сделать без разработки. Хорошо, мы хотим собирать оценки на наших операторов Давайте в приложении запустим всем оценку операторов Пусть у нас появится кнопка, мы поставим это в релиз, будем месяцы разрабатывать Потом выясним, что мы с этим не работаем или работаем раз в полгода А давайте мы сначала начнем собирать Давайте звонить этим людям, спрашивать оценку на оператора Или напишем им, пушим, напишите нам, оцените, соберем это ручками и посмотрим Нам это помогает, мы действительно хотим эту вещь поставить на постоянной основе Или нам это нужна как разовая акция для того, чтобы сделать сверку сервиса по операторам И дальше не делать это постоянно и не мучить клиента постоянной кнопкой Или может быть тогда мы уточним ТЗ и скажем, что Ребята, на самом деле она должна быть включаема и выключаема Нам достаточно тысячи ответов для того, чтобы не 100 тысяч в день ответов И мучить человека каждый день плашкой, да, оцени Ну, 100 тысяч это я условно, потому что люди, которые обращаются на горячую линию, у них, конечно, гораздо меньше, но 250 тысяч в месяц Не мучить не всех, а выборочно И тогда ТЗ уточнится после того, как мы технологию протестируем руками И вот таким образом, это как бы один из принципов Это, получается, экономит и средства, и время, наверное Слушайте, во-первых, это экономит скорость То есть не нужно создавать 40 проектов, чтобы потом 30 убить То есть лучше сначала понять Это первое, это первое, да, 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 потому что, возможно, технология не подтвердится Она должна быть другой, второе, это именно время Потому что, к сожалению, заказчик может ждать долгой разработки Он ее дождался, и потом удивится, что он, оказывается, что-то не предусмотрел А обычно так и происходит Что, оказывается, во время сборки, мне же надо клиенту позвонить Блин, а я не учел, что вот здесь у меня их 5, а не 1, и что же я буду делать, да И я это не заложил в ТЗ, и нам придется перепиливать, переделать И не дай бог архитектурный, новая сущность нужна Страшное слово, да, у нас сейчас в компании иногда уже сущность Потому что мы понимаем, что если вдруг не хватает в архитектуре этих вещей То разработка становится еще сложнее А потом оказывается, что нужно другое И мы заново уходим, да, в релиз Заново чего-то ждем, и наша все-таки цель – попробовать технологии до Второй такой важный принцип – это не делать костылей То есть мы стремимся к тому, чтобы даже не костылей То есть мы часто видим какие-то вещи А давайте вот здесь подставим эту штуку Да, она у нас займет там 10 часов Но у нас зато это завтра запустится Вот теперь мы стараемся так не делать Мы говорим о том, что мы набираем большое количество кейсов И ситуаций, в которых она может пригодиться К примеру, очень простой пример Есть тизер товара На нем есть такая картиночка Которая показывает клиенту, насколько этот товар ему подходит Чтобы у него не было разочарования Чтобы у него было четкое понимание, что это такое Заморозка У нас очень часто многие продукты есть фреш, есть замороженные И по картинке не всегда понятно, к чему она относится И мы сделали ярлычок с заморозкой То есть ты сразу видишь такую снежиночку на тизере И типа вот она заморозка И когда мы первый раз ее делали Мы ее делали условно костылем То есть мы такие зашили в код Что вся заморозка у нас будет со снежинкой А дальше у нас появляется На Dark Store открывается Dark Kitchen Горячая кухня И нам нужно показать на тизере, что это горячая кухня И теперь мы уже делаем такую разработку Которая к любому товару Через Одинеску Ты просто ставишь Если товар такой, поставь мне снежинку А если товар такой, поставь мне горячая А если товар вот такой, поставь ему вот такой ярлычок Вот тебе дизайн И все, и разработчик не нужен И вот к этой задаче мы с разработкой Да, мы потратили на нее вначале не 10 часов, например, а 30 Но дальше мы уже все свободны У нас бизнес и пользователи могут этим пользоваться каждый день У нас люди завели товары, поставили туда какой-нибудь Что это супер-эко товары Какая-то особая линейка Поставили это на тизере Сделали этот ярлычок Покупателю это доступно и понятно И мы не ждали никакого релиза И не ставили никакой задачи разработки И вот наша задача Все технологии, которые мы сейчас внедряем Думать наперед Думать наперед, да Каким образом сделать такой конструктор Который позволит дальше без разработчика работать Все-таки если думать наперед, то что еще на каких технологиях Сейчас в ближайшее время будете фокусироваться? Скажем так, вот есть вообще появилось ли какое-то после пандемии Вот этот момент, что вы были оффлайном, потом вы сфокусировались резко на онлайне Вот сейчас вы на чем фокусируетесь больше? Или не больше, может быть, как вы сейчас? Или вы сейчас пытаетесь все захватить? Смотрите, есть такая частая модель, что смотрят на онлайн как на отдельный бизнес Что типа есть какой-то отдельный бизнес онлайна Там есть отдельная команда, она сама по себе живет Мы же говорим, что наш клиент един И мы смотрим на его LTV И мы понимаем, что наш покупатель Даже амбассадор, который часто покупает онлайне Он 60% покупок делает онлайне А 40% он продолжает ходить в магазин И мы смотрим на него в целом А значит и онлайн не является каким-то отдельным бизнесом У нас развитием, скажем так, доставки занимается практически каждый сотрудник в компании Если он как-то по текущему функционалу оффлайна может быть связан с ним Каждый дает свой вклад Поэтому у нас не возникает такого вопроса Что типа вот сейчас мы вот это сделаем А оффлайн поживет сам по себе Нет, мы смотрим на это в комплексе Поэтому когда мы развиваем ассортимент Мы думаем, а как он будет развиваться в дарксторах Как у нас будут жить оффлайн магазины Как будут жить дарксторы Возможно гибридная модель Часть заказов будет в магазинах Часть заказов в дарксторах Мы смотрим на экосистему в целом Все-таки если про технологии говорить Ближайшее, что вы на чем фокусируетесь? Исходя из этого, да, наверное, с технологий, которые мы Там даже сервисов, которые хотели бы запустить Ну, конечно, мы хотим больше развивать варианты доставок То есть это, наверное, первая цель Давать больше возможностей сервисов для покупателей Запустить новые интересные программы лояльности Возможно запустить подписку когда-нибудь более полноценную Да, вот планируем, проектируем Запускать новые категории ассортимента Партнеров, маркетплейс То есть сейчас у нас уже продается большое количество товаров Брендов не вкусвилла, да А именно других брендов Называются супермаркет И на многих дарксторах уже есть То есть, да, его нет в оффлайн магазинах Но в нашем интернет-магазине можно эти товары купить Для запуска такого проекта, конечно, потребовалось Много доработок И мы развиваем такой уникальный ассортимент Плюс Это одно направление, да, это сервисы То есть возможности доставки Конечно, мы смотрим на возможности доставки В очень удаленные места Но мы понимаем, что бесплатно такую доставку сделать невозможно Там либо бесплатно, либо без лимита Потому что, ну, расстояние очень большие Но людям это нужно Очень удаленно имеется в виду от столицы или в регионах уже там на местах? Вы знаете, в регионах у нас достаточно большой охват Регионы, они как будто компактнее Но, ну, к примеру, за бетонкой То есть, если в регионах нет такого большого оттока Да, там, летом Сейчас мы понимаем, вот сейчас будут майские праздники Наши же покупатели уедут и будут нам писать очень много Что, ребята, я пользовался вашей доставкой А теперь я уехал на дачу И не могу вашу доставку купить Пожалуйста, доставьте мне Мы хотим этот сервис оказать Поэтому мы думаем и о том, как сделать такую модель Которая бы доставала до разных мест отдаленных Возможно, с лимитом, возможно, за деньги Возможно, какие-то другие еще варианты, да, там, гибридные Это, естественно, экспресс-доставка, да Усиление в большую скорость Потому что у нас есть часть аудитории, достаточно большая Которая уже сейчас под тестом говорит Ребят, я готов как бы заплатить, но, пожалуйста, давайте быстрее И сделать для этих людей, возможно, отдельную очередь Да, то есть с выделением отдельных ресурсов Экспресс-экспресс Да, это был экспресс-экспресс Да, да, экспресс-экспресс Это с точки зрения сервисов И, конечно, большой блок – это оптимизация внутренних процессов Да, поэтому если говорить про технологии внутри Это пулинг, как лучшим образом выстраивать маршрут В обещанное покупателю время Для того, чтобы доставка была эффективнее Это работа со службами Такая технология, как конкурс Когда ты понимаешь, что, скорее всего, заказ будет просрочен То есть была очередь на сборке, осталось мало времени И нам срочно нужно доставить этот заказ А кто может? А у нас много партнеров, с которыми мы сотрудничаем Которые оказывают нам услуги такси И мы этот заказ даем сразу многим партнерам Кто быстрее, как бы того этапки Возможно, делать даже градацию по цене Для того, чтобы выполнить обещания перед покупателем Вот в этих двух направлениях, наверное, просто несколько ярких примеров Вот такие А это вот пока, скажем так, перспективы? Или это что-то уже прямо? То, что в работе То, что в ближайших планов таких вот, знаете То есть, условно, доставку То есть, доставку за бетонку Есть шанс у людей увидеть уже вот в этом сезоне? Она где-то частично есть, да Но именно вот такой модели масштабируемой у нас пока нет Но, да, буквально в ближайшем будущем мы надеемся, что она будет Мы будем послеживать за вашими успехами Спасибо большое Спасибо большое Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok